итак дорогие друзья участники школы бавсуновского смотрите я сейчас расскажу о использовании markdown чтобы это тоже знали и так в кабинете появилась ссылка на документацию но не об этом просто я сейчас покажу чтобы вы знали да потихонечку буду добавлять в курсах есть ссылки то есть на конкретно там допустим переменные на все будут стоять стоят ссылки но тем не менее ребят как я говорю я эту документацию делаю для себя чтобы писать уроки потому что большинство книг как я говорил сравнивают kotlin с java мы идем с нуля то есть вот я для себя пишу какие-то пометки но по ним потом делаю видео уроки но после видео уроков вы все это дело проходите допустим базовые переменные мы с вами проходили и пробежался сделал сделал урок пробежался напомнил да то есть документации я буду заниматься очень серьезно уже занимаюсь они буду уже занимаюсь тут вам справка будет марк даван допишу чтоб использовали наш план который мы составляем и с вами договорились что он у нас будет движимый да вот мы пошли переменные потом сейчас вот поменяем пошли сразу функции потому что kotlin построен на функциях но я не об этом ладно итак получилось у меня сделать хитроумное сплетение ближайшее время запишу урок для жанга 2 пока расскажу смысл то есть я сделал приложение мы с вами обязательно разберем код для того чтобы работал он на сайте джанга так как я говорил что обязательно обязательно ребята надо делать то есть он работает сейчас нормально на сайте джанга но и это не вся фишка это я все уберу все таки напомню сейчас на первом этапе программирования я не делал ни документацию проекта который вот допустим самого проекта делал мало шпаргалок это меня потом сильно затормозило и сейчас я в школе активно рекомендую чтобы создал проект сразу добавь первым делом марк даван документацию и пиши выписки с кода описывай представление чтобы было посмотрел и сразу у тебя мысли а что сделать выписывай статистику в общем нормально веди документацию своего приложения тогда мысли будут просто вываливаться сотнями у вас ну договорились то есть урок я сделаю и оно работает вот смотрите как интересно я сделал вот это среда разработки пайчара то есть я ее сейчас закрываю она просто я написал приложение оно настроено и документация уже будет работать а мы с вами в данном случае сейчас изучаем котлин какую хитрую вещь я сделал понятно что среда разработки идея она python по сути дела не поддерживает но мы же работаем на всемогущем линукс конечно можно было бы на винде сделать грубо говоря создать виртуальное окружение прикрутить там все ну все это сложно поэтому что я сделал ребят чтобы вот на будущее да с идеей где-то будете работать с другими продуктами джет брайнс или вообще с другими продуктами вся хитрость в том что ту папку с джанго я скопировал себе в проект котлин ну чтобы вам делать для вас и для вас и для себя я в первую очередь ребят честное слово для себя делаю доки потому что столько собак съел на этом думаю потом лазишь вспоминаешь а так пробежался и все и вам хорошо и мне скопировал она здесь не имеет никакого ни смысла ничего я ее скопировал полностью для чего сюда когда я настроил настраивал deployment tools да ну мы с вами уже учились настраивать то мне важны были правильные пути чтобы она копировалась в папку конкретно static static то есть по сути дела когда я здесь настраиваю у меня по разному настроены markdown в этих двух шаблонах но делают одно и то же грубо говоря если там прописано в настройке что читать с папки стать kotlin docs с байлд то есть брать сайты да для сайта ребята это не урок это я просто рассказываю возможности markdown чтоб вы задумались то работаем же мы с kotlin конкретно в интеллиж ну давайте внесем изменения я их уже потом сам буду уносить но давайте вместе с вами чтоб вы увидели воочию как это классно работает немножко хитрости немножко так нам этот проект не надо вот у меня вики здесь совсем по-другому каталоги сделаны kotlin docs да и у меня здесь прописаны настройки обратите внимание здесь у меня вообще локально прописан вообще локальный сервер 8010 запускается грубо говоря на данном этапе я могу спокойно делать для вас уроки себе шпаргалки и будет быстрое развитие в языке программирования kotlin далее 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 я могу запустить сервер сервер и по по чарам закрыть да мы работаем скотлин и спокойно когда разбираюсь это же документация у меня на этом порту при этом все изменения по сути дела происходят сами собой здесь ну давайте вот то есть сервер автообновляется когда а то не отвлекает от уроков ни от чего ну давайте это мы дело проверим сейчас ну индекс да правильно это это я сделал но именно то что хотел открыть просто сейчас экран маленький так вот здесь не сильно видно ну давайте мы чего-нибудь там так это немножко не то мне надо вот это и я пишу когда я напишу урок надеюсь школа не повторит моих ошибок будет вести документацию как это сказать ну подряд не подряд а исправно и сэкономить себе кучу времени так отмечаем о здесь мы видим что появилась ну тут видно надо перезагрузить но тем не менее вот что я сделаю сейчас так пейчаром закрыт закрыто то сейчас ctrl s я останавливаю сервер mk docs build я исправлю потом вообще будет все автоматом оно и так обновляется ой вижу что не то написал не то написал wild и так как у меня настроено мне в патчаром не надо лезть я просто беру вот эту директорию kotlin docs байлд и отправляю на сервер в принципе да идея то вообще не относится там проекту джанга или пейчаром но тем не менее чтоб не скакать между двумя версиями двумя средами разработки а мне в данном случае надо уроки по kotlin поэтому вот я так делаю вам это не обязательно просто я показываю возможности после этого я открываю уже совершенно реальный сайт и захожу так о обновил все то есть появилась да не надо больше ничего не требуется удобное добавление ну понятно что с пейчаром все то же самое мы с вами а мы с вами только настраивали маркдаун для локальных проектов все я напишу в уроке в ближайшее время будет урок теперь теперь ребята теперь повторюсь значится эти вещи я пишу для себя не для вас а вы уже их потом читаете после уроков это как напоминалка принцип у нас такой как я сказал документация у нас движимая будет что это значит это значит вот мы начали изучать план помните я говорил мы с первых уроков начали писать план по сути дела переменные а потом вот сейчас я потом переставлю перескочили к функциям потому что поняли что не поняли а что функция в котлин имеет центральное положение правильно было бы логически с одной стороны изучить там типы объектов типы данных но неправильно я считаю правильно будет изучить сейчас функцию почему а вот откроем да откроем любой код hello world и смотрим что даже запуск это функция то есть по сути дела с этим нам будет веселей так как когда мы начнем изучать сразу допустим с функцией то потом мы уже дальше добавляем и типы объекта все это проверяем к функциях именно функция рабочая лошадка и надо расширять знания и по ходу изучая функции и реально программируя то есть здесь цель реальный продукт это мобильное приложение серверная часть и ну морда грубо говоря на телефоне так ну вообще отлегся в сторону хотел показать возможность маркдаун теперь покажу на самом деле когда это кажущееся представление что маркдаун это там допустим слабо на самом деле если вы посмотрите мы вот кто работает с разными программами везде используется маркдаун он мне настолько на душу лег сильно сильно если мы начинаем набирать там маркдаун юмл маркдаун плагин то мы видим столько разных вещей маркдаун тема есть вообще очень крутые темы которые просто почему такое ощущение с маркдауна потому что на самом деле на самом деле маркдаун для запуска проекта надо одна настройка название сайта все остальное уже по усмотрению но маркдаун еще чем крут здесь можно дописывать абсолютно любые плагины их куча написана прикручивать к веб приложению как вы видели вот я сейчас у меня оно вообще с линукс работает то есть линукс чем крут что там работает все системы нет там никаких реестров политик для разработчика линукс это штука то есть я не затрачу времени постороннего на что-то там настройки оно бац бац с пути прописал и погнал дальше да не отвлекаясь говорил говорил мысль упустил сейчас ребят ну сосредоточить важно я хотел что-то сказать а мы с вами в пайчаром допустим джупитер изучали и там маркдаун и здесь я вот сейчас скажу фразу только пожалуйста допустим сторонники сфинкса не ругайтесь это мое мироощущение сфинкс очень мощный да мощный да правильный ребят но ведь это все есть маркдаун я начал со сфинкса и начал делать документацию на одном из сайтов и потом понял что ну не буду использовать отошел ну куча ненужных вещей нельзя ни вправо ни лево ни влево его потянуть строгий и когда я наткнулся на статью почему гитхаб ведь гитхаб сначала хотел использовать маркдаун а как вы думаете что показал разработчик маркдавна ну вы меня поняли да он отказался приводить маркдавн к какому-то стандарту и правильно сделал иначе мы не получили то что можно тягать вот представьте это как липучка да взял в одну сторону потянуло во вторую в третью и оно больше 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 становится и это офигенно в итоге мы получаем ну как тут слово подобрать ну чтоб не ругаться да ну просто обалденное просто офигенное для документации для программы для любой для статического сайта для шпаргалок при этом он простой при этом он настолько расширяемый веселый ну в общем классно ребят это просто супер а добавим смотрите как классно добавляем вот сделали эти проекты добавляем как я в уроках показывал еще гид ну все это есть и вообще весело чтоб там не происходило у нас всегда будет все окей поэтому на этом мы и порешим сейчас запущу еще пайчаром то есть в пайчаром я бы если бы захотел да мог бы вообще и ему что без разницы деложить указывая пути и все вообще бы он сюда складывал но говорю что здесь у меня просто доки но вот вам для проектов для проектов если мы внутри то захотите когда описывать ввести какую-то документацию у вас будут большие проекты то конечно это понадобится конечно это понадобится и я настаиваю ребят настаиваю сейчас хочу еще кое-что показать а потом буду настаивать сейчас чтобы